Дисциплина «Палеотлон» выросла из советского комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы повысить интерес к освоению сразу нескольких направлений и подготовить к участию в сдаче норматива в ГТО, придумали отдельный вид спорта. «Палеотлон» подразделяется на зимний и летний. Последний включает в себя стрельбу, плавание, метание гранаты, бег на короткие и длинные дистанции. Это больше требует тренировок. То есть не один вид тренируешься постоянно, а приходится один вид, второй вид, третий вид. В комплексе они где-то чуть послабее, где-то чуть сильнее. И набирая очки, они могут показать хорошие результаты. Метание гранаты – одно из самых популярных направлений в легкой атлетике. Спортсмену необходимо на дальность бросить специальный снаряд. На выполнение заданий каждому участнику дается три попытки. Бросок засчитывается только в том случае, если граната упала в пределах коридора. Участница соревнований Мария Долина занималась гимнастикой и лёгкой атлетикой. По мнению спортсменки «Палеотлон» – это отличная возможность преодолеть себя. Главное не победа, а участие. Не каждый участник может завоевать медаль или какое-то место призовое. Здесь главное – перебороть себя. «Палеотлон» развивает силу и выносливость. Желание усовершенствовать эти качества появляется у спортсменов в любом возрасте. Будь то опытный участник различных соревнований или тот, чьи золотые медали и победы еще впереди. Для привлечения в этот спорт у федерации есть все – база и время для тренировок. Нет только наставника, который воспитает чемпионов из начинающих спортсменов. У нас нет тренера, и поэтому детям заниматься неинтересно. Здесь у нас в городе много спортсменов, которые тренируясь самостоятельно, выходят на крупный уровень. А если бы был тренер, то у нас вообще тут были бы, знаете, какие результаты. Победители городских соревнований по «Палеотлону» отправятся в Нижний Новгород на региональный этап. Лучшие спортсмены области получат право участвовать во всероссийских состязаниях.